МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей. В студии Татьяна Фомина. И вот тема выпуска. Красота спасет мир, верил русский классик, верят в это и современные люди. Субботник на территории близ пересечения улиц Шубина и Чкалова мог бы сделать город краше. Где десантники, там победа. Ну а сегодня профессиональный праздник. Ахтубинцы отметили день ВДВ, почти в память погибших в горячих точках. Орел расправился с кантри, любители с локомотивом. Подведены итоги 12-го тура чемпионата Лига Ахтуба по футболу. Идет битва титанов и их последователей. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции по области менее единицы. Составляет 0,99. Информация, безусловно, радует. Однако эпидемиологическая ситуация в целом заставляет желать лучшего. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 287 новых случаев заражения коронавирусом. В стационарах лечения проходят 1774 пациента. Из них 81 в ковидном госпитале Ахтубинской районной больницы. Есть и один ребенок. Маленького пациента привезли из Харабалей. Амбулаторно лечится 180 ахтубинцев, в том числе 8 детей. Город живет, город дышит, город спит. Мы говорим о наших городах, как о живых организмах, потому что город – это мы, все его жители. Именно от нас зависит, насколько спокойно Ахтубинск спит, насколько ровно дышит, что его радует и огорчает. К нам в редакцию обратилась неравнодушная горожанка, которая готова поучаствовать в благоустройстве территории. Ей предлагает всем миром навести порядок в одном из некогда благоустроенном месте в центре Владимировки. Развитие темы у Елены Питченко. Старожилы помнят, что рядом с перекрестком улиц Шубина и Чкалова когда-то был небольшой парк. Просторную беседку окружали зеленые насаждения. И местные детвора здесь постоянно, как сейчас говорят, тусила. Гаджетов тогда не было, и все игры были подвижными. Сейчас, кто давно тут не бывал, это место не узнать. Беседки давно нет, все заросло травой, в которой полно мусора. Татьяна Есина проживает по улице Шубина и очень переживает, что в малом парке некому навести порядок. Она сама готова поучаствовать в субботнике, но других желающих поработать на благо общества пока нет. Хотя еще три года назад территорию убирали. Работали и коммунальщики, и сами горожане. Мы собрались здесь, вот с участниками мы здесь прибрали территорию. Чистый город приехал, и они привели в порядок вот этот тротуар по улице Чкалова. Очень хорошо сделали. Мы наконец увидели, что у нас тротуар оказывается двухметровый вот там. Он настолько был заросший травой. А сейчас все то же самое, как было вот несколько лет тому назад. Потому что в прошлом году не убирались. Я писала, просила, чтобы приехали. В позапрошлом году не убирались опять же. Но и в этом году все уже заросло, не знаю как. Татьяна Есина считает, что живет в центре Владимировки и уверена, что этому месту надо уделять больше внимания. Она думает, что благоустройство города задача общая, где должны быть задействованы и органы власти, и местные организации, и сами ахтубинцы. Мне интересен тот факт. Если эта администрация отвечает за это место, ну ладно, администрации некогда. Но вот здесь, в Светлане, тут три организации. МЧС четвертая организация. Неужели нельзя провести какой-то субботник, я не знаю, вот как-то собраться силами в апреле, там, я не знаю, ну в сентябре, когда не жарко в конце концов, и привести вот это в порядок. Они машины здесь ставят, ставят, вот они пользуются этой территорией, а убираться здесь некому. Три дня назад приехали газовики, вот, покрасили свои пенечки вот эти, вот это вот все вот пообрубили, так сказать, и все, и уехали. А кто убирать будет? Это называется не пожароопасная обстановка вот эта вот. Сейчас вот спичку сюда кинуть, здесь была зеленая трава, она бы не загорелась, а вот эта вот загорится сейчас. Домовладельцы, живущие в почетной стороне улицы Чкалова, территории рядом со своими домами благоустраивают. Но чтобы это увидеть, надо обойти горы мусора. Так что красота здесь, увы, соседствует со свалкой. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Внимание городу, безусловно, уделяется, пусть не так быстро, как того хочется ахтубинцам, которые надеются, что красивых, пусть даже просто чистых улиц будет больше. Со временем они станут желанными для прогулок, как и центр города. Где по улице Циолковского завершено обустройство декоративного пруда на пешеходной зоне. В рамках проекта «Народный бюджет» мы продолжаем работы, подходим к их завершению. Сделано ограждение пруда. С работы вошли в финальную стадию. В скором времени этот пруд будет функционировать и радовать наших жителей. Кроме этого, на этой зоне у нас планируется и сейчас уже ведутся работы по установке автополива. То есть по обе стороны от пешеходной зоны будет автополив, будет уложен газон и высажены деревья. И зона заиграет новыми красками и будет радовать наших жителей. Хотелось бы обратиться к нашим жителям, чтобы они бережнее относились к тому, что мы делаем. Сейчас, как вы видите, все очень красиво, все очень достойно. Но огромная просьба не лезть в фонтан, не купаться в нем. Совершенно не для этого. Ограждение тоже, как вы видите, оригинальное и символизирует собой начальные буквы имен. Это можно использовать последствия как фотозону для молодоженов. В принципе, задумка была такая. Давайте сохраним эту красоту для будущих поколений. Сегодня в России отмечают День воздушно-десантных войск. История ВДВ неразрывно связана с именем десантника номер один генерала армии Василия Маргелова. Под его руководством ВДВ были достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности боевого применения. Ахтубинские десантники сегодня по традиции собрались, чтобы еще раз вспомнить, что бывших десантников не бывает. Тему продолжит Владислав Лихварь. Площадь Победы. 2 августа. День ВДВ. Много лет здесь, к десяти часам собираются те, кто служил в десантных войсках, кто имеет право пожизненно носить голубые береты. Первый прыжок. Все прыгнули, и мы прыгнули. Объясняли, учили, тренировали, но сам прыжок был непонятен до тех пор, пока его не сделаешь. Как его сделал, начало ощущение небольшого страха. Второй прыжок уже был более ясен, понятен. Третий прыжок уже был отчетлив и точен. И приземление хорошее, и куда надо сели, и все как надо. Не бойтесь, ребята, прыгайте, все будет отлично. 27 прыжков у меня в общей сложности. Четыре из них с Ила, остальное с вертушки Ми-8. Мы служили в воздушно-десантных войсках в 1993-1995 году. После службы постоянно встречаемся и празднуем этот праздник как можем. Хотим, чтобы молодежь тоже служила, тоже отмечала, чтобы у них был свой праздник. Защищала Родину и были обычными мужчинами, на которых можно всегда положиться. Служил в 137-м гвардейском Рязанском ордене Красной Звезды парашютно-десантном полку в 2016 году. Отпрыгал всего 8 прыжков до времени службы. День ВДВ – это наш праздник, поэтому каждый год, 2 августа, собираемся здесь, на площади Победы. Даем честь погибшим, празднуем. В этом году проводить День воздушно-десантных войск будем в меньшем количестве. К сожалению, из-за пандемии наши спортсмены не побегут за сложившиеся ситуации. К сожалению, мы, конечно, очень расстроены, дети расстроены, горели желанием все. Практически все 120 человек личного состава спортивного сейчас на данный момент сидят дома. Но ничего, мы в чельняшках. Слава ВДВ. Служил в 331-м парадном полку, город Кострома. Потом в Абхазии 5 лет. 12 прыжков. Всех с праздником, ребята. Никто, кроме нас. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Чуть позже Ахтубинская десантура направится в свой парк к мемориалу погибшим десантникам в международных конфликтах. Сергей Филатов приехал из поселка Нижний Баскунчак почтить в этот день память своего друга Коли Гнездилова. Когда при распределении получилось так, что Коля в учебке раз и попал в Афганистан. Ну, в Афганистане погиб. Коля очень хороший человек. Очень хороший. Учился, блин, занимающийся на 4-5. Очень хороший человек. Я очень рад, что с таким товарищем вместе учились. В 10.00 построение. Уважаемые десантники, сегодня мы собрались, как и обычно, каждый год 2 августа здесь, около этого памятника. Здесь вычислены имена ребят, которые при исполнении воинского долга сложили свою голову. Каждый год мы сюда посещаем это место для того, чтобы отдать память. Этот труд войск по-прежнему остается самым элитным, потому что действительно первый, кто встречает на пути своего врага, это вы. Поэтому в такие непростые времена хотелось бы вам, вашим близким и семьям пожелать здоровья, низко поклониться за ваше патриотическое воспитание молодежи. После поздравительной части митинга состоялось награждение десантников юбилейными медалями тех, кто не только в бою показал себя храбрым защитником Отечества, но и в мирной жизни принимает активное участие в воспитании будущих воинов России. Митинг был коротким, но все ритуалы соблюдены, а завершился, как положено, минутой молчания, возложением цветов к памятнику погибшим Ахтубинским воинам-интернационалистам. Поздравляю всех с праздником 91-й годовщины воздушно-десантных войск. Сегодня праздник у нас, несмотря ни на что, все-таки состоялся, хотя ограничения по ковиду внесли свои корректировки. У нас не участвовало очень много людей, я имею в виду, которые как обычно участвуют. То есть детишки бегут, родители их приходят посмотреть на тех ребят, которые уже отслужили, то есть напитаться этой энергией. Ну, к сожалению, без этого обошлось. Мы законопослушные граждане. И провели мероприятие так, как своими силами, так, как у нас это получилось. Своих ребят мы помянули, возложили венки. Всем живущим, всем родственникам живущих десантников поздравления мои. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинская ТВ. В минувшие выходные прошел 12-й тур чемпионата Лигы Ахтуба по футболу. Теперь все команды разбиты на два дивизиона. В один вошли сильнейшие, набрав после первого соревновательного круга по полтора десятка очков и больше. В другом – команды, которым пока не удалось проявить всю свою спортивную мощь. Однако есть шанс доказать, что чемпионат для футболистов – не случайные соревнования. Все команды сыграют по системе «Каждый с каждым» в своих дивизионах. Победители получат кубки, медали, дипломы, памятные призы. И прямо сейчас обзор первых пяти игр. Локомотив «Любители» открыли игры очередного круга. Обе команды – представители второго дивизиона. При этом «Локомотив» по очкам лидирует, имея в своей копилке 4 победы и 16 забитых мячей. «Любители» – аутсайдеры чемпионата. В графе «Выигрыши» красуется круглый ноль. Впрочем, теперь там появится единица. Победа все же состоялась. Максим Сенебрюхов как мог защищал ворота железнодорожников. Однако соперники нащупали слабые места и смогли забить за матч сразу пять голов, благодаря в том числе Резвану Генжалиеву. Он стал лучшим игроком поединка. Лучший игрок матча – Резван. Мы выиграли 5-0. Матч был важен, чтобы выиграть. И мы смогли собрать, благодаря ребятам я смогу забить четыре голова и стараться лучшим игроком. Если анализируя сегодняшнюю игру, что не получилось у команды? Настрой был не так. Ну, как бы, настроились на игру, не дать плохо. Большинство игроков тоже не приехали с основного состава. Надеемся, в следующих играх мы будем только побеждать и побеждать. Ротор по Волжье НЛД. В турнирной таблице разместились между локомотивом и любителями. Уверенно проигрывая встречу за встречей, отличаясь количеством пропущенных мячей. На счету каждой команды их более 30. Теперь их количество еще подросло. Соперники обменялись голами и завершили поединок в ничью. А ведь все могло быть иначе. Сгрустнули оранжевые. Считаю, что победы их лишил судья. Очень плохое судейство. Два пенальти чистых. Все видели, один судья не видел. Дело отнюдь не в судействе, уверены Бирюзовые. Взаимодействие игроков на поле могло быть и лучше. Замечания не в адрес соперника. Скорее, для самих себя. Просто много мы моментов своих не реализовали. В первом тайме 4-100% момента не забили. Забили только один гол. Во втором тайме увеличили отрыв. И дальше почему-то подсели. Перестали забивать также свои моменты. Сами виноваты, потому что сыграли в ничью. За ноль ввели, 2-2 сыграли. Дали команды бой, поиграли. Погода такая тяжелая. Так что все нормально. Команде соперников спасибо. Трех матча ротор НЛД признан Ислямов Бигдидар. Команда НЛД. Игра была хорошая. Тоже. Мы хотели выиграть, конечно. Но не получилось. Но ничего страшного. В следующую игру приедем, выиграем. Команде Кантри на Свисткульт. Привет! Команде напротив наш? Привет! Орел и Кантри – представители сильнейших команд чемпионата. Храбалинцы обошли всех по числу забитых голов, всего таковых 40. 41-й ждать себя не заставил. Мяч ворота красно-белых влетел уже на первых минутах встречи. Однако Орел расправил крылья и вскоре забил ответный гол. После перерыва знаменские футболисты еще поднажали и смогли увеличить свое преимущество. Было немало интересных атак, которые вполне могли завершиться голами и пронести командам заветные очки. Каждая теперь на вес золота. Однако ни одного мяча в воротах больше не побывало. Белые слегка приуныли, но духом не пали. Сыграли очень хорошо. Я считаю, наша команда справилась. Обычно Кантри забивает очень много голов. Ну, это уже сказывается все-таки длительность сезона. У нас же не только здесь игры, мы еще играем в своем районе. Поэтому сказывается количество игр. Дальше команда настраивается, нацеливается? Только на призовые места. Это однозначно. Такой настрой? И так и будет. И так и будет. Вы верите в победу? Конечно. Впредь теперь только победы. Такой настрой и у команды «Орел», подарившей матчу лучшего игрока Дамира Киясова. Игрок матча призван Киясову на мед. Спасибо. Отличное имя. Поздравляю. Мы завладели преимуществом сразу с первых минут и по глупой ошибке просто пропустили гол. За исключением этого гола около наших ворот ничего создано не было. То есть команда против нас играла хорошая. Высокого класса были футболисты, но мы были объективно сильнее и просто не хватило реализации моментов. Поэтому счет всего лишь 2-1. То есть в будущем мы увидим еще больше голов от вашей команды? В будущем мы будем только прибавлять и стремиться забрать золото. Команде «Легион» наш и скорость? Привет! Команде «Скорость» наш? Привет! Скорость и «Легион» обменялись крепкими рукопожатиями и вступили в крепкое соперничество. В первом периоде взятия ворот прошли безуспешно, а вот вторая половина игры заставила стороны изрядно поволноваться. «Легион» размочил счет, но радость была недолгой, скорость забила в ответ. Черно-белые поднажали и ушли в хороший отрыв. Забил сразу два мяча. Однако сохранить преимущество не сумели. Синие соперников догнали. И все же «Легион» был лучшим, отметили болельщики и судья матча. Скорость «Знаменск» и «Легион» в городах Тубинск в игре отметился голом и признан лучшим игроком Великонов Александр, команда «Легион». Спасибо. Сегодня повезло. Думаю, в скором увеличим темп и все будет хорошо. Недавно же день дружбы был, поэтому мы дружеский футбол сыграли сегодня. Но «Легион» мог выиграть? Мог. Мог проиграть. Поэтому все закономерно. Фаворитом чемпионата является команда «База». Десять игр принесли ей девять побед и всего один проигрыш. «База» пропустила меньше всех голов и в сумме набрала больше всех очков. «Лиитс» на четвертой позиции. Небесно-синим есть к чему стремиться. Вот и в этой встрече футболисты мастерски забили два гола в ворота зеленых. «Лиитс» уверенно вышел вперед, однако точку в матче поставил пенальти. 2-2 и первая ничья в копилке команды «База». Да, так получилось, что спаслись на последней секунде, но, мне кажется, и соперники понимали, что у нас было много моментов, должны были просто того ничего забивать. Они свой момент забили, муки-то нет, но удалось отыграться. Лучшим игроком матча «База» «Лиитс» признан Курбанов Рамазан. Должно были выиграть, им повезло. Это футбол. Ощиблись нам забили и сравняли в конце. Так получилось. Какое настроение на следующие игры? Всегда должны позитивно готовиться, настроение всегда должно быть. А так, в данном моменте нет настроения, из-за того, что сыграли ничью. Как бы там ни было, побеждает футбол. Удачи желаем всем игрокам и ждем следующие выходные. Татьяна Фомина, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. И это все новости на сегодня. Хорошей рабочей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова